С Рождеством Христовым и Новым Годом, уважаемые телезрители! Мира, радости, добра каждому из вас и всем вашим близким! На Щелковском телевидении диалог о православии я традиционно приглашаю всех вас уметьте со мной задавать свои вопросы священнику православной церкви. Гость нашей студии, настоятель Николы Берликовского монастыря, игумен Евмений Лагутин. Отец Евмений, добрый вечер! Добрый вечер, со святками вас! Да. В эти светлые святые дни хотелось бы с вами поговорить о счастье «Сердце каждого человека ждет счастья». Возможно ли здесь, на земле, обрести счастье? Ну, естественно, возможно, так как Бог везде и здесь. И даже в Евангелии мы читаем слова Божии, что Царство Небесное внутри вас есть, только надо его обрести, найти внутри себя. И, конечно же, человек, который живет в Царстве Небесном, он не может быть несчастливым. Но, конечно, многие понимают счастье как внешние условия жизни, а не то, что внутри нас есть. И это, конечно, основная ошибка многих людей. Причем даже если спрашиваешь людей «Ты хочешь быть счастливым?» «Ну, конечно, хочу!» Когда спросишь «А что такое счастье?», начинается сразу, так сказать, множество версий называться, что такое счастье. Кому-то это богатство нужно, кому-то это какая-то семейная идиллическая жизнь, кому-то там, ну, не знаю, работа интересная или еще что-то такое, творческий процесс. У каждого свое. Кто-то не хочет там болеть, кто-то хочет детей, кто-то там еще что-то. То есть различные версии сразу начинаются. И тут у каждого свое понимание счастья возникает. Но на самом деле есть, конечно, такие моменты, которые являются как бы аксиомами. И само счастье, вернее, блаженство, как это читаем мы в Евангелии, то есть блаженство – это в переводе счастье. Они определены нам самим Богом. Что же такое счастье? Мы должны для себя это уяснить, хотя не всегда мы это вмещаем, что такое блаженство, счастье в этом мире. Иногда, читая Евангелие, мы видим противоречие, прямое противоречие нашему пониманию счастья. То, что нам Господь говорит о счастье в Евангелии. Да и сама жизнь Господа, она была с точки зрения мирской, но совершенно несчастливой. То есть он всю жизнь ходил, страдал за людей, помогал людям. И в конце концов его распяли на кресте. То есть он не был ни богатым, ни даже дома, если читать Евангелие, где голову преклонить не было у него. Ну, какое же это счастье, многие скажут. Но это жизнь Господа Иисуса Христа. Как и Богородица, как и апостолов. У всех у них, в общем-то, с точки зрения мирской, счастья-то особого не было. Но они были все счастливы. И это как раз... Это счастье, оно как раз и раскрывается... Почему они были счастливы? Именно евангельским текстом. То есть те заповеди блаженств, которые Господь даровал нам, 9 заповедей блаженств, на горе блаженств, они естественным образом показывают нам, как нам надо относиться к счастью. И мы, вне зависимости от того, нравится нам это или не нравится, мы должны это воспринимать, собственно, ну, как аксиому. Как то, на что надо опирать свое мышление, свое мировоззрение, свое ощущение счастья. Ну, а как вот можно, да, например, вот вы говорите, счастливы были? Например, Иисуса Христа гнали, и его последователи, учеников всех, да, распинали. Потом, представляю, Богородица потеряла единственного сына. Как она могла быть счастлива? Нет, конечно, в момент, раз пять, она даже в обморок упала от того страдания и скорби, которые она испытала. И ей, да, еще когда Богомладенецом был Христос, Семен Богоприимец ей сказал, что оружие пройдет тебе в сердце, потому что увидишь помыслы многих людей, а эти помыслы были, ну, совсем неблагочестивые против... Да и бежали они... Да, и в Египет они пришлось им убежать от Ирода, потому что он искал уже смерти, уже еще младенца, в младенческом возрасте Христа. Какое же тут счастье! Но счастьем было то, что она увидела именно Христа, то есть та древнейшая мечта всего человеческого рода, начиная от Адама и Евы, которую Господь им еще сказал, Адаму и Еве, и что пошли вам спасителя. Вот эта мечта совершилась и в этом счастье, что мы возвращаемся. То есть они счастливы верой были? Естественным образом, да. Без веры счастья, конечно, не обретешь. Даже если ты будешь богат, даже если все элементы мирского счастья у тебя будут, так сказать, в своем наличии, все равно человек несчастливый становится. И таких примеров, когда богатые люди заканчивали жизнь самоубийством, из-за того, что им скучно было, становились наркоманами, алкоголиками, чем только там они не страдали, не мучились, огромное количество таких примеров. Поэтому они как раз и доказывают, что счастье – это не во внешних наших жизненных перипетиях. И даже в Евангелии есть такая фраза, что сам Господь говорит, что не зависит жизнь человека, счастье человека от внешних обстоятельств. Не зависит. Только от внутреннего жизненного такого потенциала. Поэтому Богородица, конечно же, была счастлива, увидев, наконец-то, совершение тех обетований Божьих. Причем она была матерью самого Христа, Спасителя. Конечно же, для нее это было просто невообразимым счастьем. Она видела огромное количество чудес, которые производил Христос. И это тоже было огромным счастьем, потому что каждое чудо она складывала у себя в сердце с радостью и материнской, и верующей человек. И, конечно же, это все ей лишь увеличивало счастье. Те моменты скорби и муки, которые она испытала при кресте, они вскоре тоже обратились в счастье воскресшего Христа. Она увидела воскресшего Христа, и этого счастья уже у нее никто отнять не смог. Она всю жизнь была счастлива тем, что ее Божественный Сын поборол даже смерть. Не то, что других он воскрешал, он еще и самого себя воскресил, поборол смерть и повел весь род человеческий за собой к жизни, причем вечной жизни. Это величайшее счастье для матери и для верующего человека. Мы с вами попробуем детально рассмотреть настоящее истинное счастье от нашего времени, но тем более, что наше временное счастье в любой момент может быть отнято. Да, у нас, как часто мы, что мы желаем при каких-то праздниках? Здоровье главное, да, здоровье. Но ведь все понимаем, что это такая иллюзорная величина. Здоровье все равно у нас только будет убывать с возрастом. И чем мы старше становимся, тем меньше у нас здоровья будет. И, конечно же, счастье не может зависеть от такой неуправляемой, неустойчивой величины, как здоровье человеческое, которое уменьшается, уменьшается, уменьшается. И потом многие уже в таком старом возрасте говорят даже такие непонятные вещи. Быстрее бы мне умереть, потому что каждый день для меня это мучение. Казалось бы, да? Вот как это понять? Но, тем не менее, это и так. То есть здоровье, счастье, как мы видим, не принесет нам никогда. Далее, потому что оно будет отниматься с каждым днем. Далее, богатство. Может ли богатство принести счастье? Ну, может быть, на какие-то краткие моменты, что вот заработал человек миллион, грубо говоря. Вот он на короткий момент, он обрадовался и был счастлив этому. Но потом, буквально через день, приходят тягостные мысли, как же этот миллион сохранить, чтобы его не украли, чтобы инфляция его не съела, во что его вложить, в какой банк, чтобы банк не лопнул. Построю я новое хранилище, как в Евангелии. Это все интерпретации, скажем так, евангельских текстов. И что? Вот он этот миллион заработал, а через месяц грянул какой-нибудь кризис, и миллион был отнят. Или если даже он его обратил в два, в три, в пять миллионов, и вдруг умер. Кому этот миллион остался? Для чего это? То есть эти все моменты, мы также видим, что здесь иллюзии больше, чем реального счастья. А сколько мы видим детей, когда вроде для детей мы все хотим, и сколько детей потом погибает из-за этих миллионов, если смотреть на детей миллионеров. Да, золотая молодежь та самая, которая становится алкоголиками, наркоманами, в общем, совершенно... Преступниками даже. Да, людьми совсем неправильного образа жизни. То есть они тунеядцы, они ничего не делают, они учиться не хотят работать, тем более не хотят. Зачем, если у них по наследству достались миллионы? То есть это тоже, какое может быть счастье в таких детях? Некоторые скажут, ну вот, а если хорошего ребенка вырастил, он настоящий, он такой правильный, он учился, отличник, он хорошую работу, там у него семья. То есть, ну вот, во всем положительное. Это ли не счастье, да, хорошие дети? Ну, в какой-то степени это счастье, но опять оно лишь временное счастье, потому что и эти дети начинают болеть, взрослыми, невзрослыми, и у них начинается скорби в семье. И кроме того, я знаю много случаев, когда такие вот, вроде, когда все хорошо, и приводят к гордости у человека. В гордость, да, ввергает. Люди начинают гордиться своими детьми. А как только начинают гордиться, Господь отнимает у них таких детей ну, какими-либо такими ситуациями, непредсказуемыми. Либо ребенок заболевает, либо попадает в какую-то аварию, либо семья разваливается, он-то хороший, а, допустим, жена там или муж, которые якобы там были хорошие, они вдруг начинают гулять. И семья разваливается не по причине этого ребенка, да, по независимым от него причинам. Или рождаются у них дети, то есть внуки уже у человека, больные дети рождаются. И так далее, и так далее. Столько проблем, столько в этом мире неустойчивых таких ситуаций, состояний, что счастье, конечно же, в этом мире мы найти внешнего счастья не можем никогда. Оно бывает лишь на мгновение и потом быстро отнимается. Да, еще очень жалко супругов, которые настолько привязаны друг к другу, а потом один из них рано или поздно уходит, да, им очень тяжело стоять. Я с такими супругами сталкивался на исповеди, приходят и страдают, вот говорит, уже там два года, пять лет, как ушел мой супруг или супруга, я не могу успокоиться, и вот тоскую, печалюсь, и счастья точно нет у этих людей. И где же то счастье, за которым они гнались? Ну, пожили они в счастье там два, пять лет, десять лет, а дальше что? А дальше оно исчезло. И вот это все наблюдая, вот такой срез как бы общества, причем это и у богатых, и у бедных, это вне зависимости от финансового положения и общественного состояния, это есть у всех. Наблюдая за этими такими коллизиями человеческой жизни, ты видишь, насколько все это иллюзорно, насколько это все, скажем так, надуманно человеком. То есть мы в большей степени живем в своих иллюзиях, чем в реальной жизни. И лишь то, что мы начинаем внутри себя создавать счастье, внутри себя искать Царство Небесное, лишь это дает нам реальное успокоение, а потом радость и мир, и в итоге счастье. Только внутренний наш мир способен удержать счастье на веки вечные. Так Господь и говорит в Евангелии, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, а мы все таковы, и аз упокоивай». То есть я дам спокойствие, покой вашим душам. Это и есть счастье, когда душа спокойна, радостна и благодатна, мирна. Вот это лишь внутренне можно достигнуть, внешне никак. Да, внутренний мир – это свобода. Свобода от каких-либо привязанностей к этому миру. Ну, да. Многие святые отцы так и говорят, что если ты не хочешь страдать, не привязывайся. Любая твоя привязанность, будь то дети, супруги, машина, не знаю, дача, дом, квартира, или какая-то там вилла, или яхта, любая привязанность приводит к страданиям, потому что все разрушается. Этот мир, он в любом случае разрушается. Здесь законы, естественные законы бытия этого мира приводят к разрушению все, чего бы не было. И лишь внутренний мир, он не может быть разрушен, потому что он духовен, а значит вечен. И значит, лучше создавать счастье из субстанции вечной, неразрушаемой, то есть из духовной субстанции, духовного мира, нежели из той плотской субстанции, которая рассыпается у нас на глазах. Батюшка, давайте попробуем разобрать вот эти заповеди блаженства, заповеди счастья, как нам обрести свободу. Вот первая заповедь блаженства. Блаженно нищие духом, ибо у них есть царствие небесное. Кто такие нищие духом? Ну да, вот опять, сразу режет слух. Ну как может быть нищий, быть счастлив? У нас сразу представляется человек просящий. Да, это значит бомж, это какое-то, значит, непонятно, чем занимаешься. Нет, это совсем не так. Нищий духом, он не бомж и совершенно не является, так сказать, бедным человеком. Нищий духом, это тот, у которого нет своей воли, который все, свое внутреннее, жизнь, чувства, эмоции, мысли, волеизъявления, все передает в волю Божию, то есть своей воли нет у него. То есть он настолько смиренен пред Богом, что исполняет лишь то, что Господь ему повелевает. Это и есть нищета духовная, то есть своего нету. А не является ли это слабостью, как многие считают? Во-первых, сразу хочется сказать, а вы попробуйте, и вы сами увидите, какие усилия нужно прилагать, чтобы это состояние у вас было. То есть слабый человек не может быть смиренным и нищим духом, значит. Он просто не сможет перебороть все свои привычки, страсти и какие-то привязанности. Для того, чтобы их всех перебороть и отринуть от себя, нужны очень большие силы. Это во-первых. Во-вторых, те, кто по этому пути следует, они защищены самим Богом, смиренному посылая свою благодать, гордому противлюсь. Это сам Господь говорит. И если смиренный всегда облагодатствован Богом, то сам Господь ему является стеной несокрушимой, стеной защищающего от всякого искушения, от всяких нападок. И это, конечно же, сила. Кто сильнее Бога в этом мире? Да никого. Если Бог со мной, то кто против меня? Поэтому, конечно же, слабым нищим духом никак назвать невозможно, потому что на его стороне сам Господь. А вообще нищета духом это дар полученный извне, или это заложено в каждом человеке? Здесь двояко. Так как каждый человек, чтобы стать нищим духом, должен отторгнуть своеволие, отторгнуть свою гордость, отторгнуть свои желания и привычки. Для этого нужно действие самого человека. Но если человек начинает рассматривать себя объективно, то он неумолимо приходит к выводу, что сам-то он действительно нищий. Что я могу сделать без Бога? Родиться я сам могу? Нет. Господь дает жизнь. Сам могу ли делать какие-то добрые дела? Если читаем Евангелие, то сам Господь говорит, без меня ничего доброго сделать не может. Опять нищета. Могу ли даже сопротивляться нападкам бесовским, то есть отринуть от себя какие-то наваждения бесовских, плохие мысли, плохие желания, чувства? Не могу. Без Бога я не могу с этим справиться. И здесь оказывается нищета человеческая. царь дает очень ярко и просто описал состояние человека. Я есть пыль придорожная. То есть пыль, что у нее есть? Да ничего. Она даже встать с земли не может без ветра, который закрутит ее, тогда на столбиках встать. Вот так человек создан из микроэлементов, из пыли, и он даже встать не может, если Господь не даст ему сил. когда человек это начинает осознавать, внутренне приводит себя к правильному восприятию себя и своей жизни, он становится действительно истинно нищим, и через это приходит к силе, так как через это к нему приходит Господь и начинает ему помогать. Следующий заповедь, он вообще противоречит мнению целой вселенной, когда мы считаем, что плачущие несчастны, Господь говорит, блаженоплачущие, ибо они утешатся. Да, для нас это просто невообразимо, как это плачущий человек, как он может быть счастлив, казалось бы. Но, во-первых, мы неправильно понимаем, как надо плакать, мы часто плачем из-за того, что у нас украли какую-то вещь. Кто-то нас обидел, что-то нам кажется, нам не так что-то сказали. Что-то нас отняли, как нам кажется, это наша собственность. Как-то нас там оклеветали, обидели, накричали, наругали, а то и побили, как-то нас обманули. То есть мы от этого плачем. И этот плач действительно горький, действительно там счастья никакого нету, и там действительно человек просто в горечь и в унынии пребывает, в тоске, в печали не по Богу, а по потерянным каким-то... По своему самолюбию. Да, по саможелению, самолюбию и эгоизму своему. Это неправильный плач, действительно, его никак невозможно назвать счастливым. А вот есть плач, который приводит душу в состояние умиления, покоя и радости. Это плач о своих грехах, это плач о том, что мы разделены грехами от божества, от благодати Божией, сами себя отделяем и таким образом лишаем себя истинной жизни. Этот плач по потерянному раю, как Адам и Ева плакали, как это плач по богообщению, как плакал апостол Петр, когда он отрекся от Господа. И этот плач многих святой жизни отцов, преподобных, которые в келье уходили, плакали всю свою жизнь, о своих согрешениях вольных и невольных и о своем бренном существовании. Вот этот плач покаяния, плач такого умиления пред Богом о своей нечистоте, о своей греховности, о своем немощном состоянии, вот этот плач действительно дает нам счастье и блаженство. Поэтому здесь надо четко различать два плача. Плач греховный, не по Богу и плач по Богу. Вот мы должны правильно плакать. И тогда этот плач нас соединяет с Богом, очищает душу от всех согрешений вольных и невольных и возводит нас в состояние божественного умиления и обожествления нашей души. Так как всякий человек покаявшийся, его Господь принимает. Не хочу смерти грешника, но я же обратитесь покаяться, то есть и живо быть ему. Сам Господь этого ждет от нас. Только этого. Больше он от нас собственно ничего не ждет, потому что даже добрые дела мы сделать без него не можем. И когда мы начинаем каяться искренне и плакать, тогда к нам приходит Господь, а там где Господь, там рай, там царство небесное. Господь говорит, пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Да, все стою и стучу, жду, не отворят ли мне. То есть удивительным образом Господь сам показывает, насколько он смиренно ждет от нас нашего покаяния, нашего открытия души пред Богом. То есть он насильно не вламывается к нам в нашу жизнь, нашу душу, а лишь намекает и стучит нам в сердце, чтобы мы открыли его для того, чтобы он вошел и сделал нас счастливыми. Удивительно. Да, сыне, дашь мне свое сердце, говорит Господь. Дашь мне, сыне, сердце твое, да, это священное писание, так и есть. А часто люди плачут из-за сострадания к другим. Это такие слезы благодатные? Это уже хорошие слезы, так как в них есть любовь. Если в первом плаче перед этим, который мы говорили, есть любовь к Богу, и разделенный человек от Бога не может не плакать, так как он любит Бога, то здесь есть любовь к ближнему своему. Мы читаем две заповеди Господь даровал. Возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя. Если человек плачет о ближних своих, милосердствует о них, жалеет их, и даже в слезах своих приносит молитву за них, то, конечно, этот плач тоже благодатный, который также дает умиление, покой и радость души, так как он из любви происходит, а всякий человек любящий, он счастлив. И если мы видим любящих людей даже в этой жизни плотской любовь любящих, они тоже какое-то мгновение жизни своей счастливы, пока не срывается пелена фантазий, иллюзий любви между двумя людьми, и пока не видят они немощи, слабости, какие-то греховные страсти своего человека, которого они часто очень в основном идеализируют. И тогда это проходит, так сказать, вот это счастливое. Как же не от греха потом жгет. Да, и оно сразу лишает счастья таких любящих людей. То здесь любовь к Богу и духовная любовь к ближнему, они не могут быть отняты, так как мы любим вне зависимости от того, насколько человек грешен или не грешен. Мы любим каждого человека как творение Божие, как брата во Христе или как брата по Адаму и Еве. И конечно же эта любовь, она как всякая любовь, истинная любовь, дает счастье нам. И наоборот, тот человек, который никогда не испытывал чувства любви, ну как он может быть счастлив? Это невозможно. Всякий любящий, он счастлив. Всякий нелюбящий, он всегда пребывает в таком печальном состоянии души. Разберем с вами следующую заповедь, пока наши телезрители молчат. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кто такие кроткие? Их наверное уже надо как-то в красную книгу записать, потому что кротких сейчас очень трудно найти, днем с огнем не сыщешь, и часто даже спрашиваешь у людей, а кто такой кроткий человек? Не знает, чего ответить. Настолько они стали редки, настолько сейчас наша жизнь, она выбивает кротость из нас и учит нас быть наоборот грубыми, такими обманывать и отвечать зуб за зуб, око за око. А кроткий человек это тот, который по любви прощает, который смиренно не навязывается, который старается всегда жить для других, а не для себя. То есть он получает удовольствие от того, что он отдает кому-то что-то. Это кроткий человек, а не наоборот хватает. Это хватательный рефлекс, это потребительство, которое сейчас у нас у всех в головах сидит, оно уничтожает кротость в каждом из нас, а тем более еще, если добавить, что и смирения нет, то есть нищеты духовной нет, то тогда совсем кроткого человека найти невозможно. Но иногда мы встречаем таких кротких людей, когда мы видим, как их кто-то там или обманул, или как-то обидел, мы подходим, да что-то ему там или там как-то надо было там ответить или ударить или что-то и ты их обмани. А он кротко отвечает, да нет, все хорошо, я ничего не буду делать, ну вот так вот было искушение. Он даже пытается покрыть грехи этого человека, пытается понять его, простить. Его любить, понять, простить и уж точно не выпячивать его грехи, как делают многие. Он покрывает его грехи, потому что ему жалко этого человека, потому что он его любит. Вот это кроткие люди. Их сейчас очень трудно найти, хотя есть они, и такие люди есть. Вот вторая часть, ибо они наследуют землю. Какую землю они наследуют? Ну у нас одна земля, та земля, которую Господь нам дал плодитесь и размножайтесь в Библии, тот мир, который Господь сотворил для человека, и который он обновит по скончании века сего, когда будет страшный суд, когда огнем вся земля очистится, и будет новая земля и новый мир, сотворенный Господом, так как этот мир мы разрушаем каждый день и замусорим его, и если посмотреть на те свалки, которые равномерно сейчас разбросаны по всей земле, они уходят на глубину там до полкилометра, там карьеры копают, туда закапывают все, там японцы какие-то там целые острова из мусора строят, как от этого очиститься? Только огнем. и учитывая то, что мы сейчас вот эти ртутные лампочки повсеместные, их в общую массу утилизируют, а это же яд, и вот куда все это равномерно уничтожает и загрязняет наш мир. Как это очистить? Только огнем. Господь все это сожжет сначала, а потом сотворит все заново. И вот та земля, о которой речь идет, наследует землю, это не та земля, которая сейчас мусором, так сказать, наполняемая, а та земля, с кончания века сего и век будущий придет. Но и здесь кроткие находятся под особым покровительством Божиим, им Господь дает особую свою благодать, и они и здесь наследуют землю, как это неудивительно, и если вы посмотрите на жизнь кротких людей, у них всегда как-то все как по маслу получается. Кто-то на них нападает, но они не страдают от этого. Им Господь сторится и возобновляет то, что у них кто-то обманул, отнял или там оскорбил. Они не теряют ничего, а наоборот только все больше, больше приобретают и к таким людям тянутся другие люди, потому что они светлые люди, и просто даже от общения с ними на душе становится тепло и светло от такого общения с кротким человеком. Вот именно такие люди наследуют землю. И сейчас на краткий период жизни своей и уже в вечности. следующее заповедь блаженства блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. О какой здесь правде идет речь? Алчущие и жаждущие это значит голодающие от жажды погибающие. Есть люди, которым очень хочется понять истинные основы нашей жизни. Их не так много, но они есть, которые просто мучаются, пока не узнают почему, из-за чего, с какой целью. Вот эти ищущие люди, они всегда приходят к Богу, потому что причиной всего, что есть в этом мире, в том числе причиной и нашего существования, причиной существования всех творений является Бог. Поэтому каждый ищущий, алчущий, жаждущий правды, он обязательно находит Господа и становится блаженным, счастливым, потому что он находит ту жемчужину, то богатство, которое искал всю жизнь. Как же он человек, любящий вот эту истину, эту правду божественную, только Бог есть. Истина. Я есть путь, истинная жизнь. Да, евангельский текст, цитата из него. И, конечно же, тот человек, который ищет этой истины. Он обретает и становится блаженным, счастлив, так как он достиг всего желаемого. Ему больше ничего не нужно. Он достиг той цели, которую поставил перед собой. Это его счастье. А легко ли жить по правде? Жить в правде, конечно же, трудно, потому как весь мир лежит во лжи, и князь мира сего лжец, сатана, и дает он власть и богатство в основном своим последователям, тем, кто так же лжет, обманывает и всячески, так сказать, пытается захватить власть любыми методами. Конечно же, жить в таком мире трудно, и мы видим это на примере Спасителя, на примере апостолов, на примере Богородицы, на примере всех святых отцов, которые жили по правде, в истине божественной, какие гонения они испытывали на себе в течение всей жизни, а если вспомнить о мучениках, которых убивали, ну как первым убили Иоанна Предтечу, чем он, так сказать, был неугоден? Только тем, что жил и говорил правду. Он Ироду в лоб говорил, что не должен тебе иметь жену брата твоего, за это его и убили, за правду. И таких людей, которых убили за правду, я думаю, еще тысячи, если не миллионы, были, есть и будут. Мир борется с этим. А где вот грань такая? То есть мы видим и на мучениках, которые говорили правду, прям в лицо. Но большинство святых отцов для нас немощных говорят, не смейте остановить своей немощной рукой зло и не суди брата. Вот где нам эту грань найти? То есть где мы должны обличать, а где мы должны закрыть глаза? Ну, вот на том же примере Иоанна Предтечи он же не осуждал Ирода. Он не говорил, ты такой секой, ты там плохой, ты вот там ну просто обманщик-лжец и блудник. Нет, он этого ничего не говорил. Он просто предупреждал его о том, что не должно тебе иметь, то есть не надо тебе иметь жену брата твоего. Почему? Потому что будешь наказан. То есть если мы говорим человеку, который берет гвоздь и в розетку пытается его воткнуть, мы бьем его по руке, чтобы он, так сказать, сам себя не убил вот этим ударом током. Мы чего, враги? Мы чего, его осуждаем? Нет. Мы спасаем ему жизнь фактически. То же самое здесь, только если в случае с розеткой это все-таки временное, да, такое явление, смерть, телесное, то в случае с истиной, когда человек идет против Бога, мы ему говорим, что не надо идти против Бога, мы ему говорим, не надо согрешать, не надо то или другое, но говорим это с любовью, не с надменностью, не с каким-то превозношением над человеком, и уж тем более не с осуждением и какими-то укорами. Нет, ни в коем случае, а именно с любовью. То мы стараемся по жалости, по любви к нему, стараемся его избавить от мук вечных, от ада, стараемся избавить его от наказания. В этом ничего плохого нет. Но большей частью мы получаем ответ «смотри за собой, не лезь в свое дело». Сколько раз нужно, можно сказать? Ну, здесь мы можем взять пример с наших ангелов-хранителей, которые нам говорят один, два, три раза. Мы от них отворачиваемся. Мы не слушаем их частенько, и в итоге попадаем в какие-то неприятные ситуации. Но ангел нам тихо, ненавязчиво говорил, не надо этого делать. То есть, один, два раза сказал и закрыл глаза. И дальше уже, ну, как Бог даст. То есть, ты сказал человеку, предупредил его. И даже в библейском тексте Господь говорит пророку, по-моему, из Икиилю, что если ты видишь согрешающего и не скажешь ему о том, что он согрешает, то его грех я возложу на тебя. Ты за этот грех будешь отвечать. Если же ты видишь согрешающего, говоришь ему, но он тебя не слушает, то этот грех на нем тогда и останется. И ты в этом будешь не повинен. Это вот библейский текст. То есть, даже одного раза достаточно, но если можно два раза, три раза сказать, но опять же, не с превозношением на человека, не с какой-то там укором и осуждением, а с любовью, с жалостью к нему. Но это касается только по нашему уровню. А если, например, человек видит, как священник, например, грешит, ему тоже подойти сказать об этом? Ну, если он действительно понимает и осознает, что священник в чем-то согрешает, он может к нему подойти и сказать, батюшка, простите меня, пожалуйста, грешного. Но вот здесь вот такая ситуация, вот что-то здесь такое пошло неправильно. Опять же, не осуждать батюшку. Ты вот там такой секвой, ты сделал это не так, вот тебе бы там что-то такое наказали бы тебе. Нет, а просто сказать, что ситуация пошла как-то неправильно. Посмотрите на нее, вот, может быть, вы его видите. И это будет... И батюшка скажет, иди вон. Ну, если батюшка, так сказать, разумный, то он так не скажет. Если батюшка горячий и немудрый, то он может так сказать, конечно. Потому как будет ущемлена его гордость и здесь первая реакция такая защитная. А ты кто, чтобы меня учить? Дальше мы идем с вами. Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут. О какой милости идет речь? Ну, милость, она всегда одна была, есть и будет, когда мы прощаем грехи других людей, когда мы милостиво относимся к людям, приносящим нам какие-то тяготы, скорби, страдания, беды. Мы всегда, знаете, когда вот идешь и видишь человека упавшего, когда ты его пытаешься поднять, ты ведь тратишь на него силы, а то иначе еще и можешь и сам, самому тебе достаться может, если ты пытаешься его защитить от каких-то нападающих людей. Но это милость наша, то есть мы по любви, по жалости к этому человеку пытаемся ему сделать что-то доброе. Вот в этом милость есть. И есть такой закон, в Евангелии Господь его оглашает для всех нас, какой меры ты меряешь, такой меры тебе и отмерено будет. Вот вы сами себя поставьте на место того человека и подумайте, а что бы вы хотели, чтобы мимо вас прошли, если вы упали, со сломанной ногой лежите или с инсультом, а все мимо вас идут и совершенно не замечают и ничего не хотят вам никак помочь. Или вы хотите, чтобы действительно к вам подошли и помогли. Вот то же самое вы проявляете милость каждому из людей и тогда самое важное, что Господь к вам милостенно отнесется, то есть он вашей мерой вам же и воздаст. Да, и Господь сам в Евангелии, когда разделял козлищ от обеда, он сам сказал, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, напоили меня, был втранником, приняли меня, был накодили, был болен, посетили меня, в темнице пришли ко мне. это тоже есть такой в Евангелии текст, когда Господь уж совсем разжевывает просто нельзя, что вот я когда болел, вы меня посетили, это же не милость ко мне, и поэтому я к вам, я вас посетил в вашей болезни и так далее, и так далее, то есть все вот это прям по тексту. Поэтому должны мы всегда помнить, что возлюби ближнего своего как самого себя, и тогда мы будем понимать, как мы должны относиться милостью к этому и ко всем людям окружающим нас. Блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что такое чистое сердце? Чистота сердечная, ну, как и любая чистота, само слово чистота нам понятно, да, есть чистота телесная, чистота одежды, чистота мыслей, когда у нас мысли ничего греховного не воспринимают, чистота поступков, когда мы ничего дурного не делаем, и есть чистота сердечная, когда у нас ни желаний, ни чувств греховных не возникает, то есть в сердце мы всегда находимся в такой духовной чистоте, и кроме мыслей о добром, о вечном, о духовном, о божественном, о спасении души, о покаянии, о какой-то милостыне, о добрых делах, кроме этих мыслей у нас в сердце ничего и желаний, никаких чувств нету. Вот это чистота сердечная. И именно эта чистота дает возможность Господу вселиться в такое сердце, потому что всякая нечистота отторгает Господа от нас, и Господь не живет там, где нечисто. Только в чистом сердце поселяется Господь, и как в Евангелии мечтаем, и придем к такому человеку, Сын Божий говорит, с Отцом и Духом Святым, и сотворим у него обитель. То есть будем жить внутри сердца человека. Таким образом человек становится божественным, обожествляется. Конечно же, эта чистота очень трудно достижима, но достижима Господь не дает нам каких-то нереальных планов и не ставит перед нами задач нереальных. Поэтому это нужно стараться достигнуть. Конечно же, без помощи Божьей это невозможно, но если мы проявляем стремление, если мы просим у Бога об этом, если мы все, что от нас зависит, делаем, то Господь, конечно же, нам поможет и даст нам чистоту сердечную, и даст нам возможность соединиться нам со самим Господом. Поэтому только надо все, что от нас зависит, делать. Да, ну и как святыцы говорят, для того, чтобы чистым сердцем было, нам нужно не допускать злые мысли до сердца. То есть и даже преподобный Ипоисий святогорец говорил о том, что нужно такую фабрику у себя открыть по возделыванию добрых мыслей. То есть все, что доброе, все, что относится к Богу, нужно об этом думать, размышлять. Все, что касается чего-то нехорошего, нужно сразу отгонять. То есть это получается уже такая духовная борьба, волеизъявлениями с пожеланиями и с деланием и со словами. То есть все, что происходит из сердца, а из сердца происходит все, что я сейчас назвал. Вот все это надо, так сказать, фильтровать и просеивать. Ну и если привести аналогию с огородом, то вот мы должны насаждать в своем сердце только добрые плоды и все репейники и прочие, так сказать, какие-то ненужные растения, которые лишь загрязняют их, с корнем выдирать из своего сердца. Вот тогда будет чистота сердечная, которая будет приносить плоды добрые, угодные Богу. И даже там притча есть о сеятеле, когда он посеял и пшеница принесла на 100%, на 60% и на 30%. Там хотя бы на 30%, чтобы у нас чистоты сердечной хватило, чтобы мы принесли на 30% добрых плодов от своей внутренней и духовной жизни и уже этим оправдимся. Ну и да, и самый легкий способ, как говорят святые отцы, это смотреть на свет. То есть придет свет, тьма уйдет сама. Если мы будем постоянно все время думать о грехах, смотреть на самое темное, то это все в нас отпечатывается. И вот святые отцы советуют смотреть на все доброе. То есть, например, журнал, телевизор заменяйте духовными книгами. Чем-то насыщаться будешь, и твое сердце этим будет насыщаться. можем еще, так сказать, больше, так сказать, раскрыть этот вопрос тем, что у сердца нашего есть двери, окна. Двери – это чувства, окна – это зрение, слух. И все, что входит в эти двери и окна, оно попадает сначала в тамбур, это мозг человека, а потом из тамбур уже попадает в сердце, и там начинает жить и производить свои какие-то плоды. Поэтому вот все, что нам попадает через зрение, слух, осязание, обоняние, мы должны в уме своем уже рассматривать и отвергать все ненужное, чтобы семена зла не проходили дальше ума, в этом тамбуре уже все вычистить. И в сердце пускать только добрые помыслы, добрые какие-то чувства, желания. А еще проще, когда мы видим что-либо на самом первом этапе уже отвращаться от этого, или даже предполагаем, что там будет что-то нечистое, мы должны отвращаться от этой нечистоты. Ну, как мы отвращаемся от телесной нечистоты, допустим, если мы видим лужу, грязь какая-то, мы же туда не лезем по пояс, чтобы в этой грязи утонуть и измазаться. Нет, мы обходим это стороной, мы издалека это видим и обходим. То же самое грязь духовная мы также должны обходить стороной заблаговременно, будь то телевидение, будь то какие-то другие источники информации или какой-то там псевдокультуры, который нам все это, весь этот мусор забрасывает в душу нашу, через наши уши и зрение. Это целый такой тяжелый труд, когда мы стоим на страже и все, что бы нас не соприкасалось, оцениваем, критически оцениваем и просеиваем. Ну, сам Господь говорит, царство небесное нудится, усилием берется. Принуждать себя, да, принуждать. Также Он говорит, бодрствуйте, потому как не знаете, когда придет господин дома всего. Что такое бодрствуйте? Это как раз стоять на страже своей души и не впускать в себя ничего злого и нечистого. На страже тесного пути, ведущего в Царство Небесное. Ну да. Так, следующее у нас блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Кто в глазах Христа является миротворцем? Ну, если в простоте сказать, то вот мы видим там ругающихся соседей или ругающихся родственников, или ругающихся каких-то друзей своих близких, или, может, на работе что-то видим каких-то сослужившихся, ругающихся, и начинаем не подливать масло в огонь, не говорим, что ты знаешь, а он еще про тебя то-то сказал, а тому говорим, а он тебе еще вот то-то сделал плохое. это как раз не миротворческая деятельность, а прямо противоположная. А наоборот пытаемся их привести к консенсусу, привести к какому-то согласию, к какому-то миру, к какому-то взаимопониманию. Объяснить, ну, ты знаешь, он просто ошибся, он ничего плохого против тебя не имел, он просто по ошибке получился то-то и то-то. Их и с кем-то, да, взаимопонимание, что было, то есть мы же часто... Мы их примиряем. Их. А что касается нас, ведь мы тоже можем, да, с кем-то, например, кто-то на нас вот что-то начинает говорить? Это уже, так сказать, вторая ситуация. То есть первая ситуация понятна, мы миротворцы между там двумя или другими людьми. И также мы становимся миротворцами, если мы прощаем против себя что-то направленное. То есть мы также мир творим в своей душе, когда мы не замечаем того, что нам кто-то творит зло, и заместо какого-то ответного зла мы творим добро этому человеку. Еще и молимся за врагов своих, как Господь нас учит в Евангелии. Молитесь за врагов своих. Это тоже миротворение, то есть мы также мир между собой и какими-то ближними людьми водворяем. И этого сейчас очень не хватает. Это и семьи распадаются из-за того, что люди не умеют мир творить между друг другом, даже супруги друг с другом, дети с родителями. К сожалению, это большой сейчас дефицит миротворцев, который приводит к множеству конфликтов, и то, что мы сейчас видим, и войны, теракты, и распадающиеся семьи, и коллективы такие вот, злобствующие друг в друге, разделенные на какие-то партии. то есть это за одного, это за другого партии. Начинается это все совершенно в таком некрасивом, так сказать, свете происходить. И даже многим людям на работу ходить трудно, потому что я туда прихожу, меня либо туда притягивать пытаются, либо туда. Я не хочу ни туда, ни сюда. Я хочу их примирить. Как тяжело таким людям. Но это правильно. И это так и надо делать, потому как Господь говорит, всякий дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Везде, где сатана лукавый пытается разделить, будь то семья, будь то коллектив, будь то родственники или еще кто-либо из ваших близких, друзей, знакомых, нам должно стараться это разделение упразднить. Заповедь еще. Блажины изгнаны за правду, ибо их есть царство небесное. Что здесь говорится? Ну, мы уже говорили о том, что произошло с Иоанном Претечей, о том, что Господа гнали за правду, потому что он говорил людям ту правду, которую он видел в их сердцах. И Господа гнали, как гнали апостолов, потому что и они говорили правду, как гнали святых отцов, Иоанна Златоуста, например, который боролся с Арианской ересью, и как его гнали, и в Абхазии он скончался в ссылке. и прочие тысячи святых людей, которые, говоря правду, божественную правду, страдали из-за этого. Они могли бы промолчать и тем самым не навлечь на себя ничего, но они сказали, как есть, как они думают, из-за этого пострадали. Вот Господь этих людей называет блаженными, счастливыми, так как таковых есть Царство Небесное. Да, у нас осталось совсем немного времени, полторы-две минуты. Ну и вот эта заповедь, последняя заповедь блаженства, она так вот нас подводит итог. Блаженны Вы, когда будут поносить Вас и гнать, всячески неправедно засловить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, и вы велика Ваша награда на небесах, так гнали и провоков бывших прежде Вас. Да, это как раз вот о том, что мы сейчас сказали. И, конечно же, это будет до скончания века, который только будет увеличиваться гонение на правду, на истину, на христианство. То, что мы видим сейчас по всему миру, везде это происходит. Мы должны к этому относиться спокойно и нести свой крест, свою веру, свое мировоззрение спокойно, помня, что Господь нам всегда поможет. Ну и в подведении итогов, представляю Вам слово, осталось полтора минуты. Что же такое счастье? Счастье это состояние души, полностью соединившись с Господом. Когда у нее нет печали, когда у нее нет скорбей и каких-то духовных недугов, когда у нее покой, радость и мир полностью заполнили внутреннее пространство души человеческой. И я всем, конечно, желаю этого достичь, так как иначе мы будем обязательно мучиться, страдать и здесь, и в вечности. соединяйтесь с Господом, призывайте Духа Святого, чтобы Он вошел в вас и поселился в вас. Благодарю Вас, отец Емин, что Вы к нам сегодня приехали, приезжайте к нам в следующую среду. Спасибо, Господи. До свидания. Ну и на сегодня-то все. Ищите Бога, смотрите на свет, чтобы тьма ушла сама. До свидания.